Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Скоро я выпущу не то что фильм, а это больше нарезки из высказываний святейшего патриарха московского Всероссия Алексия II. Я думаю, что это сейчас, я так интуитивно чувствую, очень будет к месту. Для меня это человек пример, человек давно, я которого изучаю, и жизнь его, и его мысли. Значит, на фоне этого, вот что я хотел бы вам рассказать. Священник объяснил любовь к Луи Виттон. Поэтому, ношение одежды и аксессуаров люксовых брендов поднимает настроение священнику Вячеславу Баскакову во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сам сообщил радиостанции, говорит Москва. Вы можете такое себе представить, чтобы священник, которого уличили в том, что он носит одежду люксовых брендов, аксессуары, одежду, он просто это объяснил тем, что это ему просто поднимает настроение при коронавирусе. То есть, происхождение денег на это, неважно, просто это поднимает настроение. Баскаков протеерей из Твери в 2018 году, как сообщил Рамблер, он прославился тем, что публиковал в Инстаграме свои фотографии с аксессуарами брендов Гуччи и Луи Виттон, стоимость которых стоят десятки, сотни тысяч рублей. В 2019 году дисциплинарная комиссия Тверской епархии Русской Православной Церкви сделала Баскакову устный выговор за это, стоящая снимки, баловство. Ну, просто баловство. А что, сотни тысяч батюшки в Луи Виттоне, это просто баловство, не более того. Здесь никакого даже порицания нет. Не то, что лишить там чего-то. Баловство балуется. Почему не побаловался действительно себя, да? Будучи священником Гуччи и Луи Виттон. Так же там сообщили, что на них священник запечатлен с вещами, которые примерял в магазинах. То есть, якобы он не покупал, а просто примерял. А вот сегодня про это я был замечен в Москве в шарфе и сумкой Луи Виттон. Уже не примеряли, а уже просто шел в этом во всем. Эти вещи были приобретены давно. Все это было взято в кредит, объяснил он сам. Как мерзко мне это слышать. Почему? Потому что истинное духовенство какое-то, да? Истинный духовный человек. И вот это вот прикрытие, вот это вот кумовство. Значит, снимки видны? Нет, это баловство. Потом объяснили, что он примерял. Теперь его увидели в этом во всем, он говорит, что это в кредит он давно купил. Мы о ком говорим? Это менеджер, что ли, какой-то или что? В кредит Луи Виттон, батюшка. Батюшка, мы говорим о священнослужителе. По словам Баскака, он всегда ходит в черном подряснике, но любит надевать яркие аксессуары. Например, вещи бренда Луи Виттон ему нравятся, потому что наличие геральдических знаков делает их вид очень винтажным и поднимает ему историку по образованию настроения во время пандемии коронавирусной инфекции. Ну, это за гранью моего понимания, поэтому я не знаю я. Понимаете, когда ты читаешь, еще раз, я уже в сотый раз говорю, книжку «Пасха красная», да, про новомучеников, убивенных на Пасху 1993 года в Опытной пустыне. Там есть выдержки из их дневников. Ты видишь, вот, как люди, когда им говорили, значит, что нужно спахать там поле монастырское, а люди просили вот с соседней деревни спахать. Только-то они пахали там весь день людям, а чтобы не получить потом, так скажем, не то, что выговоры, а какое-то порицание ночью, ночью, там, под утро умудрялись спахать еще и монастырские земли. Не спали, но чтобы помочь людям. И вообще мысли сами, которые записывали они, они поразительные. Там можно подчеркивать каждое, каждое предложение. Алексий, про которого я выпущу небольшой нарезки фильм такой, да, мини-фильм. Ну, это, вот, действительно, ты смотришь, вы знаете, и что-то чувствует душа. И то, о чем мы говорим, то, что я читаю, мне кажется, это просто бредом, вот я скажу честно, бредятиной. И он остается священнослужителем-батюшкой, Луи Витоне. С вами был Будда Гришна. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, до встречи.